Антон Соя. Маша и Аркаша Таракаша. Глава первая. Как Маша с Аркашей друзьями стали или последний из таракан. Однажды девочка Маша осталась в квартире совсем одна. Такое с Машей случалось редко. Когда ты самая маленькая в большой семье, за тобой все время кто-то присматривает. А чего за Машей присматривать? Она уже вполне взрослая, самостоятельная третьеклассница. Самая высокая в классе, между прочим. И жутко умная. Это она в маму. Мальчишки в классе дразнят Машу жирафой. Мама говорит, что они дураки и что они еще за ней набегаются. Правда, они и сейчас за ней бегают на переменках, толкают и обзываются. Но мама говорит, что потом они набегаются в другом смысле. Потому что Маша вырастет в раз прекрасную красавицу и в нее все повально повлюбляются. Это сколько ж еще надо ждать этого потом? Вот бы лечь спать и проснуться взрослой красавицей, а не жирафой. Она бы тогда быстренько с противными мальчишками сама разобралась. Пара тумаков и вопрос решен. Ишь, развели целый зоопарк в классе. Там и корова, и бегемотиха, и хомячок есть, и даже клоп. А сами-то что, красавцы писанные? Макаки-макаками. Джунгли по ним плачут. Папа говорит, не обращай внимания. Его тоже в детстве дразнили очкариком. А друзья до сих пор зовут Очкарито. Хотя он уже взрослый. Он не обижается. Потому что папа слабохарактерный. И как был подростком, так и остался. Так бабушка считает. Она у них в семье самая умная. Вожак стаи, шутит папа. Но бабушку слушается. Он ее с детства слушается. Привык. Папа считает, что у них в семье матриархат. И проще подчиниться, чем воевать по любому поводу. Матриархат. Это когда женщины главные. Бабушка Таня главная. Потому что они живут в ее квартире. Но не совсем в ее. В их с дедушкой квартире. Только дедушка все время на гастролях. Он оперный певец. Довольно известный в Санкт-Петербурге бас, между прочим. Архип Иванович Колокольчиков. Не слышали? Бабушка тоже раньше пела в опере. Потом потеряла голос. Но не растерялась. Научилась проектировать одежду. И стала известным модельером. А еще бабушка очень вкусно готовит. Мама Лена художник. Она на фарфоровом заводе чашки расписывает. Папа Саша музыкант. В рок-группе на гитаре играет. А старшая сестра Юля бальными танцами серьезно занимается. Такая вот у Маши талантливая и творческая семья. Маша тоже не хочет отставать. Она будет балериной. Потом. Ну, когда вырастет. А пока у нее неуклюжить какая-то. И ее заставляют музыкой заниматься. Хотят оперную диву из нее вырастить. А Маша не любит петь. Она любит танцевать. Грустная история. Но сегодня Маша не грустила. В школе объявили карантин. И она одна сидела дома перед телевизором. И смотрела мультики. Ей, конечно, бабушка перед тем, как убежать на свою примерку, поставила на девишке концерт Монсеррат Кабалье. Но как только за бабушкой захлопнулась входная дверь, Маша переключилась на мультипликационный канал. Там шла какая-то ерунда для маленьких. И Маша решила прогуляться на кухню за шоколадкой. Она знала, где мама прячет их от них с Юлей. Ну, и от папы, конечно. Но только как она их не прятала, шоколадки все время исчезали. Зашла Маша на кухню и застыла от удивления. Так и встала в розовый пижаме столбом с открытым ртом. И надо сказать, было отчего. Потому что посреди их просторной кухни танцевал огромный, ростом с Машу, усатый таракан. В том, что это таракан, у Маши не возникло ни малейшего сомнения. Хотя раньше живых тараканов она не видела. Я уже говорил вам, что она была жутко умная. Еще в раннем детстве она читала тараканища Корнея Чуковского и изучала картинки к этому великому произведению. Там как раз такой таракан и был. Только этот экземпляр оказался почему-то белого цвета. К тому же в темных модных очках и в клетчатых шортах. Таракан, не обращая на Машу никакого внимания, продолжил ловко кружиться на нижних конечностях по кухне в ритме вальса. При этом он тихонько напевал себе шикарные усы. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Верхними лапками он размахивал в такт музыки, а в средних лапках усатый танцор держал две надкушенные шоколадки. Тут Маша, на удивление, немедленно переросло в грозное возмущение. А испугаться она вообще не успела. Уж такая она была смелая. Ну, в бабушку, наверное. «Так вот кто шоколадку ворует!» – закричала девочка. «А мне ни за что попадает!» «А-а-а!» – закричал испуганный таракан. «Ты меня видишь?» А потом, видимо, от испуга, быстренько проглотил обе шоколадки прямо с фольгой. «И вижу, и слышу!» – сказала Маша. «Здорово танцуешь!» «У меня так пока не получается!» Некрасиво, конечно, с незнакомцами сразу на «ты» переходить. Но таракан-то первый начал. К тому же Маша ему комплимент сделала. «Но этого не может быть! Я же невидимый!» «Очень даже видимый, видимый, невидимый, говорящий таракан!» «И вообще, кто ты такой? И что ты делаешь на нашей кухне?» Тут таракан торжественно и церемонно поклонился. И даже помахал перед девочкой несуществующей шляпой. «Мель пардон!» «Позвольте представиться! Аркадио Скарафаджо!» «Прошу любить и жаловать!» «А кухня, между прочим, моя!» «Я тут родился и вырос!» «Еще до того, как твои бабушка с дедушкой сюда переехали!» «Потом, правда, пришлось отсюда бежать и помыкаться по цвету!» «Но это уж больно длинная история!» «Голос у таракана оказался на редкость бархатистый и приятный!» «А я люблю длинные истории!» «А вот имена длинные не люблю!» «Я буду звать тебя Аркашей!» «Договорились?» «Ладно!» «Сказал таракан Аркаша!» «Если ты так хочешь, расскажу тебе про себя!» «Но давай тогда хотя бы чаю выпьем за знакомство!» «Давай!» «Сказала Маша!» «С малиновым вареньем!» «Нам тетя Тоня столько варенья привезла!» «За всю жизнь не съешь!» «Я съем!» Пообещал таракан и сел за стол в ожидании чая «Слушай, а почему ты в очках?» Спросила Маша, открывая большую банку варенья «Мне дневной свет глаза режет!» «А почему ты без очков?» «Ого! Так этот таракан все про меня знает!» Про себя удивилась девочка и сказала «Они у меня для Дали!» «Только телевизор смотреть!» «А в школу чего ты их не берешь?» Не унимался таракан «Хочешь, чтоб меня очковый жираф и дразнили?» «Да я за второй партой сижу!» «Мне и так все видно!» «Зато тем, кто за тобой сидит, ничего не видно!» «Такая большая маленькая девочка!» «Вот это уже наглость решила Маша!» «Шоколадки ворует!» «Варенье с чаем лопает!» «Еще и издевается!» «Большая девочка!» «А сам-то какой!» «Не стыдно дразниться?» Спросила она, строго глядя таракану прямо в очки Таракану стало стыдно Он обхватил себя лапками и съежился до размера спичешного коробка Очки и шорты тоже съежились вместе с ним «Вот это да! Круто!» «Я тоже так хочу!» «Восхитилась девочка!» «Прости меня, Маша!» Пищал маленький Аркаша «Меня иногда заносит!» «Это все от дедушки, настоящего пруссака!» «От него мне достались усы и чванство!» «Когда я горжусь собой или просто счастлив, то становлюсь большим!» «А когда мне стыдно или грустно, я такой, как обычно!» «Нет уж!» «Давай гордись собой!» «А то разговаривать с таким мелким неудобно!» «Ты же так хорошо танцуешь!» «Стала помогать росту таракана Маша!» «Спасибо!» «Сказал Аркаша и немедленно вырос!» «Танцевать меня мама научила!» «Настоящая мадагаскарская тараканиха с Кубы!» «Она прилетела в Россию на студенческий фестиваль!» «В сумке с продуктами со своими соотечественниками!» «Ну и встретила тут папу в одной ленинградской студенческой столовой!» «Влюбилась в него и осталась в России!» «Скучала она по своей солнечной Кубе!» «Все время мне про нее рассказывала!» «Надеялась, что когда-нибудь туда вернется со мной и с папой!» «Расскажи мне про Кубу!» «Куба – это остров свободы!» «Как Крым!» «Крым – полуостров!» «А на Кубе всегда лето, много фруктов, голубой океан, белый песок, все ходят в белых шляпах!» «Красота!» «Хм, надо будет съездить!» «На полном серьезе сказала Маша!» «А мама твоя вернулась на Кубу?» «Нет!» «Грустно сказал Аркаша!» «Мама попала под тапок!» «А папа пал жертвой дихлофоса!» «Ну, сирота я!» «Один-одинешенек!» «Никого у меня нет!» Аркаша заплакал. Роняя слезы в чашку с чаем, он снова стал маленьким, одиноким, плачущим тараканчиком, примастившимся на большом кухонном стуле. «Видненький!» Маша тоже чуть не плакала. Она встала на коленке рядом со стулом Аркаши и стала гладить несчастного таракашу. «Сиротинушка! А у меня вот куча родственников! И мама, и папа, и бабушка с дедушками, и старшая сестра, и тетя с дядей! А у них еще два сына!» «Эх, вот этим я бы с тобой с удовольствием поделилась!» «Ну, не плачь, Аркашечка! Теперь у тебя есть я!» «Мы будем дружить! Я стану твоей лучшей подругой!» «А этого гадского дихлофоса мы обязательно найдем и накажем его за твоего папу!» «Правда?» Аркаша так резко вырос, что Маша едва успела отпрянуть и теперь сидела на полу. «Правда, ты будешь со мной дружить?» «У меня никогда не было друзей!» «Не обманешь?» «Честная человеческая!» – поклялась Маша. «Ура! А я уже решил, что мне придется искать себе новое убежище!» «Ты очень необычная девочка, Маша, ведь остальные люди меня не видят. Мы с тобой неспроста встретились. Необычных тянет к необычным. Хотя когда-то и я был заурядным тараканом-альбиносом, пока не прожил на атомной электростанции целый месяц. Любопытство меня туда принесло вместе с завтраком инженера, у которого я тогда проживал и столовался. А там я уже всю станцию облазал!» «Любопытство! Интересно мне было все. Молодой был, глупый. Прямо у реактора спал. Ну и набрался там радиации по самые усы!» «А, я все поняла!» – сказала умная Маша, которая за свою жизнь успела посмотреть кучу мультиков про супергероев. «Ты облучился и стал тараканом-мутантом со сверхспособностями, да?» «Ну, что-то вроде этого», – смутился Аркаша. «Благодаря этим способностям я выжил, ну, в отличие от своих сородичей. Я ведь один из последних тараканов в нашем городе, а во всем виновата ваша мобильная связь». «Точно!» – обрадовалась Маша, услышав про мобильную связь. «Надо тебя срочно на телефон сфотографировать, а то ж мне никто не поверит». «Не получится», – уверенно сказал таракан, но не успел объяснить, почему. Громко хлопнула входная дверь. Маша машинально повернулась в ее сторону, и в тот же миг Аркаша исчез. Продолжение следует...